так всем здравствуйте начинаем нашу работу соответствует как раз времени года вот май наступает сейчас уже готовы проклюнутся вот эти цветочки у яблони груши замечательные и поэтому мы с вами как раз когда закончим эту зарядку уже все будет буйным цветом цвести или уже цветет так что это занятие у нас нет это из известных и сейчас мы с вами возьмем карандаш и наметим вот эту веточку цветочки саму птичку и рисуем а может быть и быстрее у нас получится посмотрим цветы такие красивые и так карандашик прежде всего самое главное у нас персонаж это птичка поэтому и начнем мы с нее приблизительно по центру да ну с небольшим может быть с небольшим сдвигом вправо или влево я чуть-чуть может быть и и вот смотрите отступ справа тут чуть тут вообще одинаково ну вот чуть побольше отступ справа но вообще давайте сделаем так по центру листа поставим точечку такую и будем исходить из нее до чтобы чтобы не ошибиться примерно как искать центра листа две диагонали где они у нас пересеклись вот здесь вот серединочка серединочка вот здесь вот чтобы не ошибиться по композиции чтоб не убежала от нас птичка просто две диагонали даже если там рука дрожит ничего страшного приблизительно в центре у вас будет точка пересечения до диагональ а у того в длинная линейка может даже не проводить эти линии а сделать засечку раз и приложить линейку два и у нас получится линейку длинная огня не очень длинная просто прикладываем раз приложили края в край два ну не обязательно прям вот прям точно у нас не чертеж космического корабля поэтому ничего страшного если у нас немножко дверь будет вправо или влево никто от этого не пострадает от даже выиграет если есть такие композиции композиционные сбивки немножко от центра или чтобы не одинаковое расстояние от краев это даже все лучше по композиции нашли вот эту центральную точечку вокруг нее у нас будет построение единственное мы немножечко вот этот вот центр сдвинем до чуть-чуть мне кажется наверх до чуть-чуть повыше и и сделаем до чуть повыше и немножечко сместим влево то есть вот вокруг вот этой точки у нас будет чуть-чуть сдвигаем влево и наверх и вокруг вот этой точки мы будем строить наш овал наше яичко да из откуда у нас все птички появляются яичек да и поэтому тоже нарисуем яичко в качестве основной формы тем более она прям так прям прям четко яичко такой но немножечко головку выделим а так прям вот это заряночка у нас прям вписывается вот в эту форму лица нет я сантиметр вверх и сантиметр влево и вот тут вот точечку чтобы у нас не прям не четко по центру было вы любите такое очень черчение можно померить вот этого . со сдвигом это серединочка прям серединочка вот на этой оси получается эта . у меня есть вообще со смещением ничего страшного у меня нет ни из угла в угол а примерно давайте 5 сантиметров отложим вверх и 5 сантиметров вниз вот она такая большая у нас птичка она мало листья 2 раза меньше ну сам по-моему не один к примерно вот так вот вот по пропорциям давайте тогда если по пропорциям то вот это отрезок делим на три части раз два три и одну треть откладываем сюда и эту же треть откладываем вот сюда много тут получилось этот центр не листа я стерла центр листа мы немножко сместили центр чтобы по композиции было поинтереснее ну да можете сместить право влево опять тут вот чуть побольше 11 она сантиметров можно есть хотите птичку покрупнее можно там по 6 отложить пусть он будет разненький что-то 5 тут 4 тут а 6 тут еще захочет нарисовать что-то еще одну птичку тогда совсем маленькую рисуйте рядом больше будешь и вот здесь вот тоже давайте тогда тоже сориентируемся здесь по четыре сантиметра вот что через эти четыре точки построить яичко да давайте ось что такое перекрестие было да вот этой вот это вот флаг такой андреевский и вот на этих осяк по 4 сантиметра вам птичку нам прошу написал за все остальное имеет такую вольную форму чтобы узнаваем была данная будет узнаваем кругленькая с рыженькой грудочкой это зарянка я в жизни не видел я только видел на фотографии мне очень нравится да у нас я видела слоев из таких вот редки они огромные сонки красивые крылья распушитого я синяя полоса как а вот она у нас а ее правда уже избили как-то пограли роняли ваш плоскость бедные уже уже же заман сень похоже а так вот она крупная птицой так ну что и яичко пасхальное из эти четыре да немножко с наклоном строим это яичко прямо поищем одну линию отлично молодцы хорошо хочу и небольшая шапочка тут вот такая вот небольшая потому что остальная часть головки она вот внутри этого яичка давайте может быть сделаем так уж кружочек который с заходом на где-то на одну треть выходит из этого яичка вот такой шарик может быть не совсем ровненький и тут самое главное сделать правильно клювик и относительно клювика глазик чтобы у нас глаза не разбежались на уши у этой птички самое главное и поэтому сейчас давайте сотрем вот эти вот линии которые нам не нужны кого которая внутри вот здесь оставим одну линию она как немножко головку наверх подняла вот так вот если брать вот эту ось вместе с глазиком чуть-чуть вот она наверх смотрит да давайте нарисуем вот эту точку не убежал у нас не гладит не не клювик чуть наверх как бы половину этого шарика делим напополам и чуть с небольшим наклончиком по серединке шарика проводим линию с небольшим наклоном большим наклончиком и тут соответственно клювик у нее такой формы очень правильной формы там бликами немножко кажется что есть какие-то там направится на самом деле все правильно сейчас у нас удобно по круглению ничего не делал вот 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 это вот ось да и на ней прям 1 2 немножко а вот тут вот когда заходит вот раз чуть-чуть вот так вот и глазик тоже на этой оси чуть вот знаете тоже наверное вот начало глазика немножко такой кругленький у нее клювик 1 а глазик такой покруглее у меня вытянут полчаса на самом деле он так вот покруглее ну и прическа у нее повыше немножко но это прям можно кисточкой сделать а тут еще так немножко вот здесь вот бородочка так чисто находим да можно покрупнее сфотографируем вот она какого-то так что тут крылышко мы видим крылышко вот таким образом и сзади хвостик тоже она как-то так сидит что хвостик прям вот по этой оси крылышко и хвостик вот со спинки на немножко уберу и девушка хвостик все остальное сделаем мазочками оперения на крылышках вот это вот грудку вот эти пелышки сделаем такими мазочками поэтому сильно сейчас мне не уделяем внимание карандашному рисунку немножко хвостик что длиноваться чуть покороче и что у нас лапками чтобы она у нас тоже правильно сидела на веточке одна лапка у нас вот здесь вот а вторая одна вот так вот идет а вторая вот веточка проходит хорошо видно как она сидит на веточке прямо не так раз зацепила ну как это вот такой яйцо кверху а у меня получилось яйцо вот такое нет никакого яйца нет ничего она больше и веточка сразу ветка лапки не вообще как палочки даже никаких потолщений нет просто палочек ветка пусть покоривее будет потому что веточка у нас такая узловатая где потолще где потоньше а тут еще какая-то ветка вот я не знаю вот она отсюда и джит поможет она идет туда вот отсюда цветы будут листья ну что понятно было я немножко делаю будем намечать на цветочки или сразу кисточка будем делать как лучше наметить мы так подробно у нас все мы сосредоточимся на птичке поэтому слишком подробно мы цветы и не будем рисовать мы мазочками сделаем поэтому даже ну ладно давайте наметим да вот тут смотрите три листика а с другой стороны три уже все отлетели ли сколько не 5 6 6 3 4 5 6 значит вот тут вот серединка вот тут большой цветочек такое развернут прям к птичке вот тут такой едва то ли он уже облетает то ли он только распустился вот там на заднем плане будет такой расплывчатый цветочек помните мы с вами рисовали я помню цвету и мы рисовали цветы заднего плана да и цветочки переднего плана вот на заднем плане там очень красивым фоном будет такая вот масса мы ее сделаем просто мазками города да мы просто мазочками даже немножко заходом сделаем сюда за веточку вот здесь большой цветочек там за ним красиво красиво будет смотреться вот эти вот распускающиеся цветочка бы цветочные почечки очень будет хорошо смотреться сделаем их здесь давайте вот вот такие вот цветочные почки а вот тут уже один листочек выкидывает я заметила что когда почка цветочная она прям вот красненькая и чем больше растут лепесточки у цветка тем они все розовее и розовее и розовее а до конца когда вывернется цветок яблони он уже практически белый вот тут за хвостиком тоже мазками сделаем такой вот как здесь просто корону мы сделаем мазками так и здесь на заднем плане мы сделаем мазочки значит пучок из почек тут мазками сделаем цветочки лишний раз не будем мы вот тут цветов лишний раз карандашом не будем через вот тут тоже цветочек сделаем листики тоже важно до листочки листочки сейчас делаем карандашиком немножко на мете так пока намечаете цветы цветочки не чая но по композиции хорошо не смотрится да я не права она у нас на это оси немножко пристела на поле вертикального сердца ну что вот она такая у нас кружки угливая там она такая смелая сидит голову подняла а у нас такая прижалость немножко кризис ничего страшного и разный характер получил птичек от цветочки наметили можно листочки уже а вот тут лет листочки молоденькие смотрите интересный какой листочек тут часть цветочка но это мы сделаем красками а листочек яблони раз и он загнул с такой лодочкой тут тоже он там цех листочек торчит просто намечаем как тут половинка листочка тут веточка немножко у меня со смещением получается ничего страшного веточка и на веточке тоже совсем молоденькие такие только-только видно распускаются и здесь листочки здесь листочек все про и здесь сколько много листочков но мы уже это наметим кисточкой так ну вот и все что касается карандашного рисунка сейчас по максимуму сотрем лишние линии до чтобы у нас грязи не было наработки и начнем наш любимый процесс живописи красками веточка цветочки не закрываю постараемся стереть лишние линии насколько возможно сейчас сделаем заливку по мокрому тут фон очень красивый обратите внимание так не в фокусе сфотографировано и там вот розовые пятна перетекают такие нежно-зеленые темно-зеленые вот какие-то вспыхивают такие салатовые цвета и вот сейчас вот этот вот фон красивый мы с вами нарисуем единственное что может быть мазарянку стараемся не залить но если течет мне ничего страшного ну чтобы вот это красиво оранжевый у нас сохранился цвет лучше конечно такой такой зеленью не заливать поэтому давайте мы все зальем прям вот не боясь вот это вот все мы потом с белыми поработали на цветочками а заряночку мы с вами постараемся оставить не тронутой так работаем по мокрому готовы или подождать еще пока карандаш делаете потому что сейчас нам надо быстро работать сейчас будет мокрая заливка берем кисточку у меня восьмерочка белочка да и мочим все водичкой увлажняем листочек все кроме птички у кого бумага сильно впитывает воду мы постараемся мочить два раза цветочки тоже все кроме птицы все а потом мы цветочки мы не будем делать по акварель немножко по гуашевым мы с белилами будем делать цветы потом красный белил и именно даст нам вот такой нежно-розовый потому что чисто акварелью вот этот нежно-розовый но достаточно сложно получить а с белилами вообще нет проблем поэтому мы будем работать берегу ножки у птички можно закрашивать ничего страшного нет потому что это темненькие палочки две будут мочим мочим листик чтобы он мокренький прям таким вот такой был вот у меня высыхает прям под кистью и я сразу заливаю вторым слоем он немножко у нас коробится листов но совершенно ничего страшного такому берегу осужны пожалуйста велится у меня есть к сожалению у меня вообще белила наихудшее и возможно лучше покупать мастер-класса у меня даже не гамма у меня луч я просто из большого гуашевая белила на тупо титановая не покупайте цинковые мы работаем стану цинковые они прозрачные станут плотные я даже как недавно маслом писала и попробовала цинковые белила они вообще ну плотности вообще не дают прям прозрачный прозрач как для а скорее цинковые белила для того что придать оттенок краски вот такой пастельный а именно титановые белила и бликами поставить и они такие укрывистые дают хорошую такую пленку которая не который не виден предыдущий слой вот намочила я и сейчас работаем зелеными и роза розовый давайте мы с вами розовый отдельно на видео пока у нас чуть чуть-чуть подсохнет возьмем 6 карминовая шестерочку карминовая и белила наш с вами и прям сделаем замес розовый потому что бумага будет сохнуть и нам вот несить будет некогда 6 и белила шестерка и белила до шестерочка и белила получится понежно розовый цвет карминовая и белила нежная такая розовядина у нас получится это задний план вот этот вот видите тут просто пятна которые будут втекать у нас зеленый цвет а зеленый мы прям с коробочки можем брать а розового у нас нет такой отдельной красочки поэтому мы сделаем замес такой вот нежненький у нас получится вот смотрите карминовая и белила раз это у нас уже у меня уже высыхает поэтому карминовая белила вот где-то вот так вот делаем стараемся 19 желто-зеленая так немножечко давайте мы ее слишком активно и притошим ее 19 и 14 возьмем 19 и 14 вот потекло 19 и 14 21 21 зеленая желто-зеленая плюс тициановая 19 у кого дома не будете цены можно золотистая 13 желто-зеленая 19 охра желтая 3 19 плюс 3 охра желтая 3 плюс 19 желто-зеленая нужно что-то соединилось соединилось потекло замазываем все вот так вот сплошным 21 зеленая это плотный цвет вот это 21 зеленая а вот тут вот самое темное место 21 зеленая плюс 24 индиго 21 зеленая плюс 24 индиго прям это будет прям плотный цвет взрываем кое-где вот этой розовый розовый пожалуй мы проложим где-то отдельно 24 просто берите краски сейчас я вам скажу какие краски 21 19 24 розовую который мы с вами навели 6 с белилами и в произвольном порядке кладем мазки которые растекаются и текают друг друга вот этими четырьмя красками 24 индиго 21 зеленая 19 желтая зеленая и розовая который мы получили из карминовой 6 и белил титановый произвольно можно также произвольно добавлять охры просто трешечка золотистой делаем красивый вот да 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 прямо попали Продолжение следует... И вот этот фон у нас разноцветный, произвольно. Розовый это карминовая шестерочка, двериная. Парминовая шестерочка и с бельями. И вот это розовое пятнышко, вот именно акварельность такая получается. Розовый втекает, но лучше розовые пятна сразу проложить, потому что я смотрю, есть поверх зеленых вот кладешь, чтобы получиться такая гризинка небольшая. Подмачиваем еще, если у нас подсохло. Нам важно именно получить такой очень красивый акварельный разноцветный фон. Первая заливочка. И поплотнее где-то, поплотнее уголочки. Вот я здесь не залила оно, да? Во-во-во, красиво прям вот так вот акварельно получается. 24 индиго, 21 зеленая, желто-зеленая 19, 3 охра где-то места какие-то. И розовенькая, карминовая, с бельями. Вот нам важно сейчас, вот желто-зеленая она конечно такая, ну, слишком для фона яркая, поэтому давайте мы ее чисто желто-зеленую 19 не будем, а вот тут я ее с охрой немножечко разбавила, то есть трешечкой охры желтые, то получается прям такие нежные растеки. 21 это зеленая, 24 это индиго и где-то можно сделать прям поплотнее, поглубже, вот первая прописка. Дело это прям зеленая с индиго, 21 и 24 где-то вот прям вот потемнее под брюшком, вот у нас тут, вот здесь можно прям потемнее, но чтоб растекалось, водички довольно много, особенно у вас лежит листик, не должно получаться вот стекающих струек, поэтому где-то прям уплотняем. Это важно сделать. Такие уж прям сильно розовые места тоже убираем. я это делаю смесью 24 и 21 зеленая индиго. Красивый фон получается, такой акварельный. Потому что если мы будем оставлять вот такие сильно розовые места на фоне, то у нас, когда мы будем делать вот эти вот красивые цветы первого плана, они потеряются. Поэтому фоновые цветочки мы немножечко-немножечко сглаживаем, убираем как бы туда вдаль. Вот смотрите, да, вроде это розовые места, но они очень так притушены, да, вот этим зеленоватым с индиго оттенком цветовым. И стараемся, чтобы вот таких рваных мест не было, стараемся, чтобы у нас цвет в цвет текал очень плавно. Потому что если будут рваные места, они будут автоматически у нас чисто зрительно лезть на передний план. А нам это не надо, потому что четкий контур это всегда признак того, что предмет находится на переднем плане. Визуально приближает к зрителю изображение, четкий контур. Поэтому все, что на фоне, у нас имеет мягкий контур и фон у нас такой вот нежный цвет. Цвет переходящий, так вот очень плавненько. И смотрим, чтобы слишком светло не было. Вот тут у меня светловато, конечно, поэтому я тоже. Выручит меня опять же индиго и зеленый 24-21. Вот тут вот потемнее. Фон должен быть достаточно. Сильно светлых пятен. Есть какие-то небольшие пятнышки светлые. Но вообще стараемся, чтобы фон был поплотнее. Потому что именно на темном фоне у нас будут выделяться и цветы, и птичка. Они будут выделяться у нас хорошо. На таком еле-еле заметном фоне, бледненьком, у нас не будет контраста переднего плана. Не получите. То есть вот примерно как он. На конкурсу точно там еще какой цвет такой есть. Это индиго и зеленая 21-24. Зеленая и индиго. Зеленая, она так и называется в одно слово. Зеленая. А в масляных красках есть такая зеленая травяная. Вот это вот очень похоже на меня по плотности, по оттенку. Даже смотрю издалека сейчас. Вот тут можно даже поплотнее сделать, да, вот это вот место. У нас будет тогда красиво птичка выделяться. То есть фон у нас достаточно плотный. Вот тут вот поплотнее сделаю. Я индиго мешаю с зеленой. Получаются такие вот темные места. Индиго и зеленая, 21-24. Где-то вот у меня красный, контрастный. Стараюсь убрать полоски фон мазка, чтобы у нас был фон плавненький. С плавными переходами без выделенных штрихов от мазков. Кисточки, чтобы не было видно. Сливаю друг с другом. Наверное, достаточно такой плотности. По-моему, поплотнее даже лучше. Не набрала я, конечно, плотность, которая у нас на фотографии. Ну, просто уже не могу растирать много, а то бумажка начинает боситься. У кого бумаг получше, поплотнее, он может набрать еще побольше тон. Поплотнее. У меня такое натворение получилось. Вот, хорошо, когда вот так вот растекается. Хорошо, хорошо, когда растекается и не... Так, не тороплюсь, потому что фон важно сделать. И мы приступим, когда вот фон сделается, тогда уже детализация. Сейчас у меня подсохнет, и я зайду птичку. И веточки деревьев и цветочки мы будем делать, когда фон уже у нас идеально просохнет. Потому что нам вот тут уже, когда мы начнем детализацию, нам не нужно будет, чтобы растекался. Но единственное, что какие-то среднего плана, да, вот тут цветочки, они могут иметь нечеткий контур. А все остальное, конечно, должно быть уже на переднем плане четко. Не спешите, закрашивайте. Итак, заряночка сама. Вот тут, наверное, мы не будем мочить ее сильно, чтобы она у нас не потекла. Все-таки перышки, они более такие... Не нуждаются в таких растеках, как небо, фон. Давайте вот этот вот у нее, рыженький, такой интересный. Это сиена, семерочка. Вот этот вот рыженький с черненьким. Сиена. Сиена как называется? Сиена, семерочка. Сиена, семерочка. Такими вот мазочками. А потом в них мы добавим еще другой, более коричневый цвет. Сиена, семерочка. Просто сиена. Не всю птичку, да? Не всю, спиночку. Сиена. Ну, можно хвостик еще. Вот крылышко, хвостик. Сиена, семь. Чистая сиена. Сиена, семь. А сверху, пока сиена не высохла, делаем мазочки. Умбра 8. Сверху вот так вот оставляю промежуточки. Умбра 8. Желательно не такие грубые. Умбра 8. Более. Не такие толстые были. Могут быть миленькие-миленькие мазочки. Да. Умброчкой 8. Аплодисменты. Умбра. Угу. 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 серенькую 711 берем его серенькая вот здесь вот на пузике 711 и подпула все кузико вот это 711 с белилами мы потом немножечко добавим зеленоватых москов да как бы отражается зелень 711 белилами 11 и белила единственное вот здесь вот прям побелее вот это это место на него прям как свет падает что тут прям побелее и на головке справа от глазика тоже чуть побелее такими неровными мазочками как перышки вот так раз 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 пусть между ними тут уже не надо сглаживать расстояние между мазками да тут наоборот и такие вот резкие мазочки создают впечатление перышек оперение у нас тоже отделяется друг от друга перышки получать вот такие мазочки раз раз самое интересное это конечно рыжая грудка признак вида себе 11 и белила давайте не торопитесь рыжего и рыжую грудочку сейчас сделаем то есть вот это вот у нас сиена и умбра сверху вот таким мазочками это сепия с белилами 11 и белила а вот здесь мы закрасим наши любимые тициановые грудочку и рядом с глазиком вот тут где клювик чуть выше клювика это тицианка 14 не пугайтесь таких ярких официально все остальное у нас идут тициана а мы сделаем поверх уже конечно 13 14 вы знаете 13 золотистая можно для такого достоверности вот чтобы как бы перышки были чуть разного оттенка можно сделать и 13 и 14 то есть мазочек золотистый кстати хорошая идея это здорово 14 и 13 мазочек 14 мазочек 13 мазочек тициановый мазочек золотистый правда получается очень здорово и тут какой-то вот белое пятнышко мы его сделаем тогда белиться на поверху шурфит на был что-то заряночка признак вида именно вот такая режим мазочек 13 мазочек 14 хорошо просто красотом чуть-чуть смотрите здесь внизу потемнее совершенно верно и это мы сделаем выброшенной девяткой чуть-чуть потемнее уброшенная девяточка и вот здесь около кладика уброшенной 9 это вот это темное место а также уброшенной можно пройтись по хвостику смотрите уброшенной по хвостику чуть потемнее он уброшенной а это девятка у брошенной у тоже у брошенной 9 также крылышкой хвостик мы еще будем это уточнять ну чтоб она у нас без без лапы не было также можно уброшенной немножечко лапки девяткой по-моему уже хорошо глазик и клювик сепия 11 не торопимся заканчиваем сегодня это все последующий четверг мы с вами продолжим так что всего хорошего до четверга